Отвлечемся от Сан-Франциско и Портланда. Есть новый претендент на звание самого апокалиптического города в США. Сиэтл движется прямо в ад, и потушить это пламя не смогут даже все его макеата со льдом из Старбакса. Добро пожаловать в Америку без цензуры, я Крис Чеппел. И добро пожаловать в город-жемчужину Сиэтл, восхитительного на северо-западе храма бездомности, преступности, наркотиков и... ...человеческих фекалий. Это как если бы Вашингтон увидел, что творится в Орегоне и Калифорнии, и сказал «Подержите-ка мой крафтовый индийский эль». И ситуация только усугубляется. В Сиэтле, округе Кинг, местные службы продолжают разбирать палатки бездомных. Но в итоге все еще остаются места вроде Балларда, где даже после предпринятых мер проблема не была решена. Она просто переместилась. Наркотики в Сиэтле у всех на виду. Люди просто отдаются своим демонам. Здесь это можно увидеть прямо среди белого дня. Полиция сообщает, что молодежь все больше вовлекается в преступность, убийства, перестрелки и угоны. Сиэтлу пора уже переименовать космический шпиль в космический шприц. Интересно, им ли ширяется фриманский тролль под мостом? И хоть это место — сущий кошмар, так еще и жить там невероятно дорого. И неудивительно, что Сиэтл номер один среди городов США, из которого жители хотят переехать. Но как Сиэтл докатился до этого? Частично. Из-за некомпетентности. Сиэтл тратит огромное количество денег с пугающей неэффективностью. Для перемещения 300 бездомных они потратили 65 миллионов долларов. И хотя за 11 лет они и потратили почти миллиард долларов на решение проблемы бездомности, бездомных стало только больше. Это как отдать сантехникам целое состояние за ремонт туалета, они его не только не отремонтировали, так еще и микроволновку сломали. На данный момент, сразу после Калифорнии, в штате Вашингтон наибольшее количество бездомных. И живут они в парках и около школ. Даже на деревьях, палатке бездомных. Сиэтл пытается убирать все эти лагеря бездомных, но бездомные возвращаются обратно, как будто никуда и не уходили. И живут они весьма неплохо. Тусуются, принимают наркотики у бассейна. Погода идеальна для того, чтобы окунуться в этот новый бассейн, стоящий в лагере бездомных. Ну, может еще дунуть фентанола. Фентанол у бассейна. Звучит как песня Джимми Баффетта, если бы он вместо Маргариты употреблял опиоиды. Покойся с миром, кстати. И, конечно же, местным жителям это не очень сильно нравится. Здесь небезопасно. Пожалуйста, уберите их отсюда. Окна Шерил выходят прямо на лагерь. Она говорит, что почти каждую ночь слышит стрельбу. Недавно отель Вашингтон стал местом убийства, но это особо ни на что не повлияло. Власти говорят, что нужно сперва построить новое жилье для местных, но все затянулось на месяцы. А после убийств, наркотиков, стрельбы и угонов, Диана говорит, что дальнейшее промедление ставит под угрозу жизни людей. Как вы считаете, убийство приведет к переменам? Ну, по-моему, все здесь думали, что убийство уж точно приведет к переменам. О, господи, убийство, теперь-то они точно обратят на нас внимание. Но нет. И неудивительно, что пожилые люди считают, что власти отвернулись от них. А я-то думал, что самое плохое в Сиэтле – это погода. И не думал, что скажу это, но я рад, что Курт Кабенни с нами и не видит всего этого. Но некомпетентность – это еще не все. Я расскажу вам, что на самом деле происходит после рекламы. Друзья, напоминаю вам, что у вас есть возможность смотреть новые выпуски на целые сутки раньше. Подписывайтесь на канал Карлсон ТВ на спонсор.ру. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и вступайте в группу ВКонтакте. Помимо всего прочего, там публикуются выпуски Такер Карлсон он Твиттер, в автоматическом переводе всего через несколько часов после премьеры. Ссылки в описании и закрепленном комментарии. Помните, что лучшие переводы только на Карлсон ТВ. Итак, многие в Сиэтле недовольны не только тем, как город решает проблему с бездомными. Они недовольны властями Сиэтла и их крайне левой идеологией, которая как раз-таки и является источником проблем в городе. Как и многие на западном побережье, Сиэтл продвигал прогрессивную политику. Например, декриминализация наркотиков, даже тяжелых, вроде мета и героина. Ибо что же это за лето такое, если нельзя употребить мет или героин около бассейна? Сторонники этого говорят, что это лучший способ помочь людям с лечением и восстановить социальную справедливость. Особенно для меньшинств, так как их чаще сажают. Но не очень понятно, как это помогло Сиэтлу. У штата Вашингтон самый высокий уровень роста передозировок среди всех американских штатов. Больше даже, чем в Калифорнии. И многие из них — фентанолом. Спасибо Китаю. Так что неудивительно, что многие жители Сиэтла поддерживают аресты за публичное употребление наркотиков. Что, правда? Они что, не хотят, чтобы люди ставились героином около детских площадок? А дальше, может, они захотят запретить стрелять из базуки в кинотеатре? И, тем не менее, этим летом городской совет Сиэтла проголосовал против закона, позволяющего преследовать за публичное употребление наркотиков, аргументируя тем, что наркозависимость — это медицинская проблема, а не уголовная. Недавно принятый закон штата сделал хранение и публичное употребление наркотиков серьезным административным правонарушением. Ну, это точно серьезно. Но городской кодекс Сиэтла не дает властям право преследовать за эти серьезные правонарушения. Мэр Сиэтла предложил. Другие меры, не противоречащие кодексу по преследованию употребления, включая 27 миллионов на лечение. Согласно Аксиос, новый указ позволит преследовать за хранение и публичное употребление. Но он также говорит, что полиция должна арестовывать только тех, кто представляет угрозу для окружающих. Конечно же, они представляют угрозу для окружающих. И не потому, что они агрессивны, а потому, что многих из них вырубают прямо на улицах Сиэтла, что приводит к массовому спотыканию. Одни залипают, а другие вспотыкаются. Но говоря об угрозах, поговорим о преступлениях. После протеста в Белом в 20-м, которое тогдашним Арсиэтла Дженни Дурком назвал «летом любви», члены Горсовета Сиэтла вняли призывом распустить полицию. В результате, к 22-му штат полиции сократился до минимума за 30 лет. И теперь все об этом пожалели. Потому что, когда они работают нормально, полиция — она как бензонасос. Вы не понимаете, сколько всего он делает, пока он не испортится и все не начнет разваливаться по частям. Внезапно оказалось, что сокращение полицейских — это точно не то, что нужно Сиэтлу. А тем более всем этим бизнесам, которым пришлось самим отбиваться от преступников в автономных зонах во время протестов имени Джорджа Флойда. И, кстати, городу потом пришлось заплатить миллионы долларов по искам. В прошлом году уровень убийств вырос на 24%, а уроны подскочили на 30%. Я думаю, у нас тут уже десятилетие любви. И теперь Сиэтл разворачивается по поводу сокращения полиции. Но и в этом году ситуация не улучшилась. Преступность настолько выросла, что некоторые жители перестали оставлять почту в почтовых ящиках. Люди воруют не только из почтовых ящиков, но даже из фургонов почтовой службы США. Все верно. Воруют почту. Как будто в лото преступности, достаешь из мешка все новые бочонки. И даже дома оставаться уже небезопасно. Проникновения в жилище также выросли, в особенности среди уязвимых групп вроде пожилых азиатов. И на данный момент полицейские в Сиэтле работают на пределе. Так что неудивительно, что многие из них увольняются. Но, к сожалению, заменить их гораздо сложнее и дороже, чем бензонасос. Некоторые из них изливают свое недовольство на нынешние власти. Вроде этой женщины-полицейского с 23-летним стажем. При увольнении она написала гневное письмо, где сказано, что ядовитая смесь абсурда горсовета Сиэтла, бесхребетность мэра, снисходительность прокуратуры и горе-руководитель полиции Сиэтла Адриан Диас довели наш город до края обрыва. Она также обвиняет горсовет Сиэтла в потере связи с реальностью и занятием политикой и идеологией вместо нормальной работы. Власти Сиэтла заняты политикой и идеологией? Да нет. Теперь вот Сиэтл собирается нанять новых полицейских, но, согласно слитому письму, добытому Джейсоном Рансом из KTTH, мэр Сиэтла Брюс Харрелл требует, чтобы полицейский участок Сиэтла нанимал в Новый Штат поменьше белых мужчин и офицеров с армейской выправкой, так как расизм — это лучший способ бороться с преступностью. Что логично, так как БЛМ показала, что лучший способ бороться с расизмом — это преступление. Глава цифровой стратегии мэра попросил вместо них нанимать цветных, гендерно-разнообразных и молодых офицеров. Но не переживайте, дело, конечно же, не в политике и радикальной идеологии. Учитывая уровень ненависти к членам Горсовета Сиэтла, неудивительно, что большинство из них не собирается переизбираться в ноябре этого года. Я думаю, что они просто устали обращаться в полицию по поводу бросаемых в них человеческих фекалий. Почему мы постоянно говорим о дерьме?